Здравствуйте, Александр Инковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания. Вы смотрите программу «Голос Крыма» в нашей студии Сергей Диченко, эксперт энергетических программ, Бюро комплексно по анализу и прогнозу. Здравствуйте, Сергей. И на прямой связи у нас с границы с Крымом, Ленур Исляма, владелец телеканала АТР. Здравствуйте, Ленур. Ленур, здравствуйте. Да, добрый вечер. Замечательно. Я вас слышу. Это хорошо. Значит, я прошу прокомментировать вас такую информацию. Значит, 25 ноября в Чаплынке начат ремонт магистральной линии электропередач, которая была повреждена. Несмотря на сильный дождь и грязь, работы не прекращаются ни на минуту. Задействована тяжелая техника и около 20 рабочих. Активисты не вмешиваются, но выдвинули одно условие – не подавать напряжение на Крым. А что на самом деле происходит? Ну вот у нас есть такая информация. Значит, смотрите. После того, как мы провели нараду в Киеве, до этого была нарада Мустафага, Рифатага и Петр Алексеевич. После всех этих нарад, которые сделали в гражданской блокаде Крыма вместе с представителями Украинерго, то есть это три нарады, они почти все одновременно проходили. Потом была нарада, когда лидеры Крымского авторского народа встретились с активистами гражданской блокады и услышали, послушали друг друга. То есть политический фронтлайн, как мы его называем, и наш БЭК, который здесь находится на границе. Мы обменялись мнениями и услышали то, что все-таки мировая общественность обеспокоена тем, что полное отключение Крыма от материка может вызвать гуманитарную катастрофу на полуострове. И поэтому многие мировые лидеры попросили Мустафу Джемилева смягчить определенные требования к оккупантам и каким-то образом сделать так, чтобы это было менее ощутимо для простых граждан все это дело. Ну, мировая общественность, она на то и мировая общественность. Все-таки Мустафа Ган наш, он правозащитник не только для Крымского автора, он правозащитник для всей Украины. И это общий мировой правозащитник. Поэтому мы послушали и Мустафу Джемилева в этом вопросе. Значит, к чему пришли? Ни о какой подаче сейчас электроэнергии пока, вот на сегодняшний момент, речи не идет. Мы дали возможность установить Украинерго, установить одну опору, которой идет Каховка Титан. Именно установить, но не поднимать пока на ней шлейф так называемый. После того, как будут выполнены те требования, которые у нас были предъявлены к опуляционной власти, мы тут же будем готовы подать по этой ветке, как активисты гражданской блокады, ну не препятствовать подаче электроэнергии по этой ветке. Для этого мы ждем реакции со стороны Москвы. Так, а какая должна быть реакция? То есть это что они должны сделать сейчас? Отпустить политических узников? Или какие-то все пять должны требования? Поверните, пожалуйста, камеру вот в эту сторону. Я хочу, чтобы оператор показал, да, вот нам политзаключенных наших, о которых мы требуем, чтобы этих политзаключенных выпустили. Это наши политзаключенные. Вы видите здесь Ахтема Чайгоза, Мустафу, Дегин Меджас, Олега Свинцова, вот Геннадий Афанасьев, Али Асанов, Александр Кольченко, Костенко и Надежда Савченко, конечно. Мы хотим, чтобы для начала разговора, вообще для начала переговоров, выпустили Ахтема Чайгоза в первую очередь. Мы хотим, чтобы выпустили Ахтема Чайгоза. Я знаю, что сейчас у многих не горит свет в Крыму, именно даже у крымских татар не горит, но есть такой анекдот сейчас у крымских татар. Вы знаете, как они говорят? Один другого спрашивает крымский татарин, один у другого. У вас есть свет дома? Он говорит, слава богу, нет. Это вот из той истерии, что крымские татары и все проукраинские настроенные граждане понимают, насколько важно сейчас, важно было сделать, не допустить именно ремонтников к этим энергоопорам, чтобы все-таки показать крымским жителям и крымским оккупационным властям, ну, крымским жителям показать, что материк может, когда захочет что-то делать, а оккупационным властям показать на самом деле, что граждане, на самом деле, никаким образом не защищены. Если оккупант, захватив территорию, не может их обеспечить, то король-то голый, оказывается, да, и вот этот вот голый король в лице Аксенова, который там сейчас бегает, как ушко на сковородке, носится, на самом деле сейчас всем показывает, насколько они беззащитны. Ленур, скажите, пожалуйста. Полтора года кормили людей завтраками, то у них мост автомобильный, потом энергомост, потом как бы у них там газа полно, все остальное. Интернет, кстати, чтобы вы понимали, тоже с материковой части Украины идет. И поэтому тоже перебоя. Ленур, скажите, пожалуйста. Трафика тоже идет с материковой Украины. Ленур, скажите, пожалуйста, сколько дней вы даете Москве на ответ? Вот на сегодняшний день 72 часа, те, которые, вот мы договорились о том, что мы 72 часа дали, чтобы Москва отвечала, если она не отвечает, у нас дальше, мы уже будем в другой плоскости чуть-чуть общаться, у нас есть дальше морская блокада, что мы до этого говорили, мы озвучивали, будем заниматься морской блокадой, энергоблокаду мы уже сейчас совершили. То есть энергия не поступает на полуостров, и мы хотим, чтобы сейчас, ну, патриоты понимают, почему мы это сделали. А та вата, которой в руки вручили флаг Российской империи, да, или там, Аквафреш, пусть она сейчас понимает, что она получила в итоге. Она кроме флага больше ничего и не получила. Где свет, где все прелести русской весны, где все прелести русского мира. Надо, надо в первую очередь думать о людях, когда такие вещи делаете, оккупируете чужую территорию. Все, что происходит сейчас в России, это происходит из-за Крыма. Весь мир сейчас ополчился против этих замечательных господ, которые захватили Крым. Поэтому пусть они получают то, что просили. Камни с неба, так вот, камни с неба получаются. Ленур, смотрите, в завершении нашей беседы еще такой вопрос. Прошла информация, что в Джанкое высаживаются там несколько подразделений российской армии. И каким-то образом, таким образом оказывается психологическое воздействие там на руководство Украины, на вооруженные силы Украины, на пограничников и на вас. Да, насколько вы располагаете информацию про увеличение количества российских военных в Северном Крыму? Вы знаете, то, что я знаю, мы видим, что они увеличиваются. Мы здесь в прямом контакте находимся к тому, что мы можем знать. Мы видим отсюда тоже сами, как они перемещаются, как там их спецназ термируется. Даже какие самолеты садятся в Джанкой мы видим. Поэтому там они пусть не думают, что мы за ними не наблюдаем. Мы очень хорошо наблюдаем за всеми их действиями там. И даже каждый паром, который приходит в Керчь, мы тоже знаем, какой паром пришел и что привез. Поэтому, чтобы у них не было иллюзий, что Украина такая слабая страна, и никто ничего не знает, что там происходит. Все знают и все видят. Теперь по поводу того, что они играют мускул, и это давление каким-то образом оказывается на нас. Да, конечно, они могут на политиков, как вот я сегодня читал интервью Верховного главнокомандующего России, в котором он говорил по поводу того, что мы не ожидали, что наши партнеры так себя поступят в Киеве. Я не знаю, кого он имел в виду партнеров в Киеве, когда говорил такую речь. Я просто не знаю, кто у него партнер в Киеве. После того, как он захватил Крым, о каком партнерстве вообще может идти речь? И для меня, как для Крымского тарина, у которого отняли родину, отняли все, что у меня есть фактически, отняли возможность посещать могилы моих предков, ходить по тем камням, по которым ходил мой дедушка, видеть сад, который сажал мой дедушка, и мои корни, то есть оторванные сейчас от собственной земли, не только у меня. И поэтому мы хотим вернуться к своим корням. И поэтому мне это объяснять о том, что у него партнеры в Киеве, очень огорчительно, потому что мы никакими партнерами, как крымские татары, себя не видим. И разговаривать мы о партнерстве никаком не можем. Мы пытались каким-то образом сохраниться в Крыму, но сохранив честь, это сделать невозможно. Поэтому то, что мы сейчас делаем, мы показываем всему миру, что крымские татары станут первыми заходить в Крым и освобождать Крым, станут первые крымские татары. Мы народ, который может бороться с оккупантом. Мы народ, сильный народ. Спасибо. И стоим здесь, и у нас уже здесь достаточно крымский татар. Да. Спасибо. Ленур Ислямов, координатор гражданской блокады Крыма, владелец телеканала АТР, был на прямой связи с границей, с временно оккупированным Крымом. Спасибо, Ленур Агам. Спасибо. А мы продолжаем нашу программу «Голос Крыма» в нашей студии Сергей Диченко, эксперт энергетических программ, руководитель Бюро комплексного анализа и прогнозов. Сергей, извините, ну вот, значит, теперь вам вопросы. На ваш взгляд, то, что говорил Ленур Ислямов, да, то, что сейчас просто-напросто будет восстановлена линия электропередач, ну не линия, а как бы, а сама вышка будет, да, стоять опора, да, и только потом там будет про ней протянут кабель. Это вообще, насколько все это быстро делается? То есть восстанавливается, восстанавливается подача электроэнергии в Крым? Быстро, быстро, вопрос нескольких суток. Ну, Украинерго вообще задекларировал, что за сутки это можно делать. То есть это технически, это где-то 3-4 миллиона гривен ремонтной работы стоит, и, ну, это деньги, но это не такие заоблачные деньги, и это можно сделать достаточно быстро. Я предлагаю просто посмотреть, так, знаете, в фоновом режиме это видео, где производится этот ремонт техники, а мы можем параллельно, кстати, комментировать, значит, вот как раз это, где происходит ремонт, понятно, что дождик там не очень хорошая, не очень хорошие погодные условия для ремонта, но тем не менее, значит, вот один из участников тоже гражданской блокады Крыма, но у нас есть более свежая информация, сейчас мы ее услышали непосредственно оттуда, от Ленура Ислямова. Значит, 24 ноября в эфире громадского ТВ временно исполняющий обязанности директора Укрэнерго Гаспарин Ковальчук сообщил, что 25 ноября будет частично восстановлено энергоснабжение Крыма. По словам руководителя Укрэнерго, восстановление линии Каховка-Титан обеспечит 40% потребности оккупированного полуострова в электроэнергии. А вот 40% это по одной линии, да, всего лишь? Что-то как-то не складывается, да, 4 линии, а если одну восстановить 40% сразу же получится. Ну, почему складывается, это 4 линии, это с точки зрения надежности, там в принципе. Ага. То есть 4, ну это же при Советском Союзе создавалось, там закладывалась какая-то надежность, ну в случае аварии какой-то на одной, чтобы тремя можно было обойтись. Поэтому это нормально. Да, где-то до 40% можно будет подавать. А скажите, пожалуйста, вот эта линия, которая идет через Титан, она обеспечивает электроэнергией только само предприятие, этот Крымский Титан, или она обеспечивает также электроэнергией, от нее можно брать там электроэнергию там Красноперекопск, Армянск, другие города. Значит, точка присоединения в, две точки сейчас есть, присоединение с наших линий в Крыму, это Джанкой и Симферополь. То есть, насколько я знаю, вот эта линия до Джанкой идет. То есть, вот эти четыре линии, они входят. То есть, когда, просто почему это важно, да, когда люди говорят о том, что эта линия там называется, например, там Каховка-Титан, это не означает, что она будет питать только завод Титан. Это направление просто указано. Это линия высоковольтная, которая обеспечивает связь энергосистемы Украины с энергосистемой Крыма. То есть, вот так. Теперь смотрите, не технический вопрос, да, практический вопрос. 40 процентов, или даже так, наверное, техническо-практический вопрос. Вот 40 процентов, если сейчас получат электроэнергия Крым, предположим, да, а что это будет означать для жителей Крыма? То есть, это означает, что практически жители, вот просто частный сектор, не знаю, там, дома многоэтажные, они получат электроэнергию в полном объеме или нет? Понимаете, в чем дело? Я понимаю, что это гадание на кофейную пищу. Да, потому что это вопрос, вообще-то, на самом деле, к крымским властям. Я думаю, конечно, сейчас будут, ну, так, я бы, на их месте, значит, приоритеты, первое, это водоснабжение, тут там электронасосы, в водоканале все, значит, и второе теплоснабжение, и там и там электронасосы участвуют. Поэтому, естественно, что… А почему водоснабжение приоритетно, чем даже электроснабжение? Ну, как, неделя без воды – это вам гарантированная эпидемия желудочно-кишечных заболеваний. То есть, этого, ну, конечно, надо водоснабжение в первую очередь, ну, такое нормальное холодное водоснабжение. Думаю, что в такой период и горячую воду неплохо бы подавать. То есть, я думаю, что это будут плюс объекты социальной инфраструктуры. Я думаю, что до жителей и обеспечения домов светом надо как раз в последнюю очередь дать. Я думаю, что вот это как раз… Это же сейчас аварийный режим работы, то есть, это где-то почасовая подача электроэнергии, скорее всего. Ну, допустим, в Симферополе, насколько я знаю, да вот сегодня электричество подавали так, там, с двух часов ночи до восьми часов утра по окраинам. Да, в центре лучше. В каких-то районах, где там есть больницы или там совет министров находится, там практически круглосуточная подача, а так вот в основном либо ночная подача, либо днем какое-то количество. То есть, сейчас вопрос в том, какие… Понятно, что будут ограничивать подачу на районы и объекты. Вопрос, какие приоритеты они для себя выставят. Ну, логично вот было бы сделать то, что я говорю. Значит, инфраструктурные объекты и, думаю, что военные базы не обойдут стороной. Я думаю, что на военные базы будет подаваться тоже в качестве приоритетных объектов. Значит, смотрите, еще один вопрос интересный. На вот третий день… Кстати, поинтересоваться не мешало бы, есть ли на военных базах электричество или нет. Очень любопытный вопрос. Жужжат генераторы. На самом деле, вот руководитель нынешний, так называемый руководитель Крыма, господин Аксенов, говорит о том, что они сегодня получают из Керчи какие-то вообще мегаваттные установки мобильные. Я не знаю, существуют такие мобильные мегаваттные установки? Существуют, но у них есть куча недостатков. Да, это мобильные турбогазовые и, так сказать, дизельные установки. Но это все рассчитано на обеспечение временного энергоснабжения в случае аварийных ситуаций. Ну, на несколько суток, условно говоря. То есть, постоянно систему построить на этом и строить вот на таких мобильных электростанциях нельзя? Они не спроектированы для этого. Во-первых, они кошмарно дорогие, неэффективные. То есть, там себестоимость электроэнергии в разы до десятка раз выше. Это первое. Второе. Они ненадежные. То есть, они очень быстро начнут выходить со стороны. То есть, на них рассчитывать в долгосрочном периоде не стоит. В основном, это российского производства такие вот мобильные? Да, это, как правило, на двигателях танковых, корабельных делается такое вот. Или авиационных. То есть, это не турбо такая установка, да? Это не энергетическая. Это скорее всего, это на базе турбин с силовых установок с транспортных средств. Понятно. Хорошо. Значит, вот скажите мне, пожалуйста, если мы сейчас пытаемся проанализировать такую ситуацию, если не будет подано электричество в Крым, сколько энергии... Вообще можно говорить теперь об энергосистеме Крыма в таком без участия украинской электроэнергии? Или нет? Ну, если есть своя диспетчерская, то можно, но толку с этого мало, потому что генерации своей нет. Поэтому, да, там диспетчерская есть. Ну, подождите, вы же тоже рассказывали, что в Крыму есть четыре электростанции. Да, я так понимаю. Только не электростанции, а теплоэлектроцентрали. Ну, теплоэлектроцентрали. Ну, и плюс солнечных натыкали в свое время. То есть, ну, это же тоже такое, солнце есть, оно работает, солнца нету, значит, оно не дает электроэнергии. То, что 20%, ну, и так по разным заявлениям это там дает где-то там 20-25% от потребностей для всего Крыма электроэнергии. Вот с помощью вот этих 20-25% можно как-то, не знаю, там раздавать просто, ну, построить график, да, и раздавать там утром два часа этому району, вечером два часа этому району, ну, и какое-то время жить таким образом. Ну, минус солнышко. Потому что, понимаете, регулировать эту стуку нечем. Надо же делать так, чтобы бы еще были резервы. Вы все время забываете, что я не специалист в электроэнергии, да? Я ж не политолог, которого можно спросить, он балдаст ответно. Ну, смотрите, потребление электроэнергии идет неравномерно. Ну, есть пики потребления. Поэтому нужно иметь такие мощности, которые резервы, которые включаются в пиковые моменты потребления. К этим, в данном случае, такие мощности, это вообще-то теплоэлектроцентрали, но там основное производство, это производство тепла. И их не выключают, они работают постоянно. То есть, нечем подхватить, а солнце вообще к этому делу, солнечные электростанции, не предусмотрены. Для этого оптимально высокоманевровые мощности гидроэлектростанций и тепловые электростанции, чего нету в Крыму, ни того, ни другого. Значит, им обеспечивали мы, наши тепловые электростанции. Вот вы посмотрите, была информация о разгрузке двух блоков атомных электростанций и двух блоков тепловых электростанций. Это выключили те мощности, с которыми обеспечивали награждение Крыма, потому что нет употребления, пришлось выключить генерацию. Вот это то, что обеспечивало базовую, ну, постоянную электроэнергию, и то, что регулирование обеспечивало. Вот вам ответ, кто регулировал энергосистему Крыма. И это вам ответ, что будет, если энергомост кинуть. А что будет? А это если с Ровенской атомной, это база. Вот они включили мощность и подают. А кто регулировать будет, непонятно, потому что, опять же... Не, у них же не Ровенская АЭС, да? Не Ровенская, а Ростовская АЭС. Ростовская, да. Простите, Ростовская. Значит, вот это то, о чем нашим телезрителям будет важно узнать. Я надеюсь, что все-таки многие нас смотрят и в Крыму, потому что электричество включают. Значит, энергомост, который... Это кабель, по большому счету, просто который проложен, да, или прокладывается, встречается, да, прокладывается с Кубани на территорию Крыма. Но, значит, руководство Крыма нынешнее говорит, что до 20 декабря работы будут закончены, и они уже планируют получить там 300-400 мегаватт по этому энергомосту. Так вот, что с этим энергомостом произойдет? Ну, там будет куча проблем. Значит, первое. Его не получится включить в энергосистему, потому что, ну, подключаться, как я сказал, надо либо в Симферополе, либо в Джанкуе. А Керчь? Нет, ну, в Керчи нет, просто от Керчи не идут линии высоковольтные, которые позволят эту энергию распределить. А за месяц они не успеют построить? Так не начали еще. Нет, конечно. Но в Украине есть энергопрофицитный регион, западный. Там полтора-два гигаватта свободных мощностей. Мы десятилетия не можем решить вопрос, все тянем, тянем, тянем линии электропередачи на Киев и на юг для распределения. Это годами тоже решается вопрос. Ну, в принципе, то есть, это первая проблема. Ее можно кинуть, ну, первая техническая проблема. Я думаю, что она еще… То есть, надо дотянуть до Симферополя даже та электроэнергия, которая придет в Керчь. Да, ее надо ввести не в Керчь, ее надо ввести в энергосистему, точке присоединения к Джанкуе-Симферополе. Ясно. То есть, это минимум 200 километров от Керчьи. Да, да. Это, значит, это деньги и время. Это не просто строить, это линии высоковольтных передач строить. Это первое. Второе. Мне еще непонятно, как будет технологически решать, потому что это надо строить через Керченский пролив. Там очень серьезные, донные, неприятные условия за иллиния и так далее. Спецы в один голос говорят, что это еще вопрос надежности. А просто кинуть кабель нельзя по дну? Ну, он его порвет просто, если вы это не предусмотрите в соответствующих мероприятиях. Течение или... Течение, там, ну, просадки и так далее. То есть, я думаю, что еще же не начали строить на береговой работы, потому что я так понимаю, что ищут еще техническое решение. Аналогов же нет. Ну, слушайте, китайский корабль, кабель и укладчик уже там находятся. Причем он уже месяца два там находится. Он тянет или нет что-то? У меня нет информации. Тянет, потянет, не знаю, что там. Я тоже не знаю. Я знаю, что на берегу что-то делают. Хорошо, а если сделали все-таки, да? Ну, вот сделали. Значит, сделали. Дальше вопрос. Значит, первое. Специалисты говорят, что нету мощностей, соответствующих в южной части энергосистемы России. Ростовская атомная электростанция. Ростовская атомная электростанция вроде могут изыскать, но это база. То есть, вам включили равномерно подачу. 400 мегаватт или 300 или 300, да? 400 или 300, а я думаю, меньше будет. А что делать при ночи? Потому что куда-то ж надо сливать эту электроэнергию. В море. Не, ну в море не получится. Почему море? Рыбу побьете. Рыбку побьете, да? А днем надо искать где-то дополнительные при пиках потребления. Поэтому это первая проблема. Вторая, так сказать, опять же, непонятно, сколько будет. Ровно само нужно тогда будет что-то. Ростовская атомная самая, надо будет смотреть, каким образом. Потому что где-то идет 1,5 регулирующие можности для базовой атомной. Вы телезрителям расскажите. Где-то надо тепловые или гидростанции им искать, опять же, в прилегающих районах, для регулирования. Вы не знаете, как много в Крыму таких мощных рек, на которых можно построить гидроэлектростанции? В принципе, в принципе, проблему это не решит. Очень-очень частично. Значит, да, у них есть программа строительства до 2017 года двух тепловых электростанций парогазовых. О, вот это, в принципе, суммарная мощность 1,2 гигаватта. Вот это могло бы действительно решить энергопроблему Крыма. Ну, первое, это 2-3 года. Второе, гигаватт установленной мощности, это миллиард кубических метров газотоплива в год. Ну, положим, миллиард, допустим, есть там газа. Да нету там. Ну, отключат газ. Знаете, как бы, они не будут брать, отключим газ. Заберут, скажут, хотите, газ или свет. Это или придется, или увеличивать добычу на шельфе, или тянуть трубу. Это тоже. То есть, гигаватт установленной мощности тепловой электростанции, это 1,7 миллиарда долларов стоимость. Это, ну, мировые расценки. Ну, окей, предположим, деньги у них есть, да. А вот газ, хорошо, значит. Не, ну, при наличии денег решить сумму. Но, опять же, я думаю, что решить в ближайшие два года не удастся. То есть, это вот 2-3 года. Значит, тогда мы приходим к выводу, что Российская Федерация будет либо пытаться договориться, либо пытаться надавить на киевские власти, как сегодня сказал господин Путин. Вот давайте мы, значит, что сказал сегодня господин Путин. Он сегодня заявил, что проблема с электроснабжением Крыма будет полностью преодолена летом 2016 года. И сказал он об этом, открывая заседание Президиума Госсовета по импортозамещению. И выразил недоумение по поводу позиции официального Киева относительно блокады. Крымчан за их стойкость, за готовность перенести определенные невзгоды, связанные с этой энергоблокадой. Конечно, эти проблемы будут преодолены. Удивляет только позиция наших партнеров из Киева. Без их молчаливого согласия эти события не могли бы состояться. Это очевидно и понятно. Они говорят о необходимости возврата Крыма в состав украинского государства и издеваются над людьми. Действуют прямо в противоположном направлении. Ну что ж, это в выборах такой. Ничего нового и удивительного здесь нет. Нужно сегодня сделать все, чтобы работали временные источники генерации к 20 декабря, как мы договаривались, чтобы была положена уже первая нитка энергомоста. Ну а летом 2016 года и вторая нитка. Надеюсь, что так и будет. Министр энергетики меня заверил, что даже и побыстрее это произойдет. Но не в ущерб качество только прошу вас. И обращаю внимание Архадия Владимировича на это. Прошу вас тоже держать под личным контролем. Ну это президент Российской Федерации. Фактически, как бы, до вчерашнего вечера это фактически самый главный человек на планете Земля. Ну а Сергея Вниченко, я сегодня хочу, Сергей, знаете, вас задать такой вопрос. Вот прозвучало несколько фактов. Он говорит, мы можем до 20 декабря, а можем в принципе даже быстрее, но главное, чтобы было не в ущерб качеству. До 20 декабря успеют подключить электричество к вот этой крымской, ну условно назовем, крымской энергосистемии. Может быть, успеют кинуть кабель. Ну, как я говорю, там есть еще проблема, но это будет электроэнергия в Керчь и на переправы, и все. То есть, ну, до 20 декабря построить лэпы для присоединения точно, они их еще не начали. Это не, они точно это не сделали. Ну, знаете, я, линия электропередач высоковольтная, наши корреспонденты видели в, на Керченском полуострове до Феодосии, еще летом начали устанавливать. Поэтому, знаете, меня как бы, но я не специалист, я не знаю, это вот такие вот линии электропередачи, или это как бы наоборот из Феодосии в Керчь тянули. Ну, не знаю, у меня есть данные, что еще на Симферополе, на Джинко ничего там не идет. Хорошо, смотрите, теперь такой вопрос, вот я, знаете, такой конспиролог-любитель, может быть так сделано, что вот сейчас Владимир Путин скажет, что мы вот проложили кабель, в Крыму, между Крымом и Украиной отремонтируют эти линии электропередач, официально Киев скажет, мы никакой электроэнергии в Крым поставлять не будем, и Российская Федерация скажет, мы ничего от Украины больше не получаем, электроэнергия идет из Краснодарского края, но на самом деле она же ведь может идти, молча, знаете так, без лишнего шума из Украины в Крым, а Российская Федерация будет говорить, ну нет, это все, это уже наша электроэнергия, и волки, знаете, сыты, и овцы целы, как бы, и украинцы будут довольны, что Украину там не поставляют оккупантам электроэнергию, Российская Федерация скажет, что это мы решили нашу проблему. Ну, понимаете, давайте, с точки зрения Украины, такая позиция украинской власти, это будет, ну, не лучшая, наверное, с точки зрения перспективы возврата Крыма в состав Украины, потому что, вот, собственно, почему, в чем причина, ну, почему вот сейчас произошло это, потому что, в общем-то, те цепь событий, те цепь переговоров, цепь информации, которая, она позволяла говорить о том, что проблему Крыма начинают потихонечку заговаривать и отодвигать в сторонку, и если бы, вот, ну, с моей точки зрения, еще хотя бы полгода вот в таком состоянии, ну, постепенного забывания, то вполне возможно, что и заговорили бы отмене санкций, и пошел бы бизнес какой-то туда. Поэтому, в общем-то, те силы, которые все-таки украинские заинтересованы, ну, в общем-то, каким-то образом это и выстрелило сейчас, именно сейчас эта проблема. Ну да, в понедельник сделали заявление премьер-министра Украины Арсений Цынюк, да, там и министр внутренних дел господин Аваков. Но, вот, знаете, я хочу что-то, хочу одного человека зацитировать, небезызвестного вам министра энергетики Украины Владимира Демчишина. Я даже не буду зачитывать его слова. Мы сейчас посмотрим видео, в котором он, значит, говорит, что за 10 месяцев на поставках электроэнергии в Крым Украина заработала около 300 миллионов гривен. Пожалуйста, видео. Договор был подписан в интересах державы, Украина, подписанный державным предприятием, который отримал доручения от Кабинета министров. Договор за период существования за 10 месяцев принес прибуток. Ну, я, насколько я помню, это десь, если вы в маржи, это десь приблизно 3%, но, враховывая большой объем, это десь больше 300 миллионов гривен за все 10 месяцев. При обороте, я могу помиляться, на десь приблизно 8 миллиардов гривен. Поэтому, как мне выдаётся, договор однозначно коммерциально выгодный, но на данный момент не идет мова про коммерцию. Что интересно, господин Дим Чишин сидит, у него на заднике написано «Сенцов». Это тот человек, которому вчера дали 20 лет, подтвердили 20 лет, просто потому что он гражданин Украины, его взяли в Крыму. Человек, который помогал нашим военным, в том числе, выезжать с территории Крымского полуострова. И наш министр сидит и рассказывает, ну коммерчески это выгодно вообще торговать с Крымом. Но, может быть, на безной тоже коммерчески выгодно торговать разными вещами. Не знаю, но почему-то министр, он же этим не занимается. Хотя, кто его знает? Да, это точно. Да, скажите, пожалуйста, господин министр говорит, что он объясняет вообще существование этого договора тем, что это коммерчески выгодно. На ваш взгляд, действительно коммерчески выгодно? Понимаете, то есть тоже это, так сказать, в принципе, так как торговля ведется, вы берете по определенной цене, добавляете в маржу и продаете, оно не может быть невыгодно, ну с точки зрения получения прибыли. Вопрос только, кому выгодно. Во-первых, кому выгодно, во-вторых, сколько можно было бы получить, если бы по-другому. Ну, продается все равно по заниженной цене в Крым. По заниженной цене продавать. Да, это факт. То есть, допустим, на Запад, ну я не знаю, в Польшу или там в Словакию продается электроэнергия дороже. Да, во-первых, там немножко другая экспортная цена. Правда, правда, если мы перейдем на, так сказать, двусторонние контракты, там совсем по-другому будет торговля, и в том числе и крымский контракт, наверное, придется тогда бы переставить. Но пока это примерно так. То есть, факт тот, что наши предприятия получают электроэнергию с рынка по большим ценам, чем она идет на экспорт, ну в первую очередь в Крым. Поэтому, ну давайте все-таки от экономики отойдем, потому что в данном случае доминируют военно-политические вопросы, а с этой точки зрения энергоснабжение Крыма ведется, ну в общем-то, совершенно неправильно, ну на неправильной базе и так далее. И что демонстрирует вот нынешняя ситуация. Это все должно быть в контексте, первое, построение отношений с Российской Федерацией в нынешней ситуации, второе, стратегии возврата Крым в Украину. Это все должно быть вот частью решения этих вопросов. Я не вижу государственной стратегии возврата возвращения ни Крыма, ни Донбасса. Я тоже не вижу, более того, я не вижу вообще стратегии нормального энергообеспечения Украины. Про что свидетельствует то, как мы прошли лето. То есть, ну ставка была на поставку угля в энергосистему с оккупированных территорий. Ну как это можно? Мы сейчас вот и получим результат. То есть, кстати, очень удачная ситуация для Российской Федерации, если вы уже говорите про конспирологические версии. С одной стороны, обвиняется Украина, злобные украинцы мучают бедных крымчан. А с другой стороны, получили шикарный повод прекратить поставки угля электроэнергии в Украину. У них нет просто этого угля? Или у них есть уголь? Уголь есть, более чем. Он добывается, там, конечно, в меньших количествах, потому что часть шахт потеряна безвозвратно. Но уголь добывается, и, в общем-то, в России он не нужен совершенно. В России основной источник топлива для генерации – это газ. Там газовая генерация. А газа у них много. Газовая, дай бог. И в Ровенской области те такие же шахты. В Ростовской области шахты, примерно такие же, как в Донбассе, давно позакрывали, потому что они не нужны. У них есть другие энергоносители. Да, там есть шахты, которые открыты, ну, уголь добываются открытым способом. Он очень дешевый, но это другой уголь. А именно вот такой, как на Донбассе, там давно закрыты. Эти шахты. И поэтому уголь донецкий там в России точно не нужен. То есть, то, что выводится в Россию, потом возвращается к нам. Ну, то есть, вот то, что россияне говорят, что они прекратили поставки угля, это, по сути, уголь с оккупированных территорий, которые таким путем… Да, я понимаю, что это не российский уголь, скорее всего. Но, вот смотрите, в нашей студии был Алекс Ашалайский, он говорил о том, что, ну, вот если бы там господину Ахмедову скажут, окей, там, решаете свои проблемы для своих электростанций, да, то он завезет все равно уголь, даже несмотря на то, что если Российская Федерация не будет давать ему такую возможность, завезет, как вы думаете, или нет? Да, наверное, что-то завезет. Ну, таким образом… Разговорит, наверное, он знает, что говорит, да. Но тут, понимаете, опять же, тут вопрос надежности. Ну, что-то завезет, а что-то не завезет, а что делать в украинской энергосистеме, на что рассчитывать? То есть, такие контрабандные схемы, они всегда ненадежные. Ну, понимаете, очень ненадежные. Да вообще, ставка на этот уголь, это была очень, очень такая дискуссионная штука. Я был крайне удивлен, когда не увидел импортных контрактов серьезных, хотя бы на 5 миллионов тонн. У нас дефицит от 7 до 11 миллионов тонн. Угля. Угля, да. Это то, что нам надо, годовой, это то, что нам надо покрывать сейчас импортом. Но я думал, что хотя бы на 4-5 миллионов тонн мы увидим контракт с дальнего зарубежья. Да, пусть этот уголь чуть дороже, ну, не чуть-то, процентов на 20. Пусть дороже, но гарантированные поставки. А вот мы сделали ставку на более дешевые, но с очень проблемной территорией. Как там, с какой дешевой рыбой, какая погана юшка, да, там говорят в Украине. Да, на сегодняшний день мы где-то 20 тысяч тонн ежесуточно получаем с России, с оккупированных территорий. При 100 тысячном потреблении. То есть, ну, так, с процентом отношений это вроде и не так много, но где-то… Съедаем запасы, да, к земле. Да, мы сейчас, сейчас получится, что мы начнем, мы потихонечку их съедаем, но не такими темпами. Мы можем, если не будет оттуда поставок, ну, до января, мы где-то можем гигаватт по мощности получить дефицит в украинской энергосистеме. Что это будет означать? Ну, это при 20 гигаваттах, 20 где-то, где-то 22 будет потребность, гигаватт. Это не критично будет, но это верное отключение. Это верное. Хорошо. Знаете, еще в завершении нашей беседы сегодняшней я бы хотел вам задать вопрос по поводу сегодняшнего, опять-таки, заявления господина нашего премьер-министра, нашего премьер-министра, и последовавшего фактически за этим заявлением председателя правления Газпрома Алексея Миллера о том, что по состоянию на 10 часов утра на автогаз Украины выбрал ранее предоплаченные объемы российского газа, новой предоплаты в Газпром не поступало, и вот, собственно говоря, распорядился господин Миллер не отпускать Украине газ, только тот объем, который необходим для прокачки в страны Европы. В ответ господин Яценюк сегодня на заседании Кабинета министров распорядился не закупать газ у Газпрома. А как на самом деле? Ну, тут сложно сказать, потому что я режимов не вижу. Ну, думаю, что да, раз была заявка, значит, прекратили, но, конечно же, где-то может возникнуть тоже, тут будет сильно зависеть от того, какая зима. То есть, в принципе, у нас достаточно газа сейчас в хранилищах для прохождения такой теплой и умеренной зимы. Это, ну, такие хранилища. Достаточно мы получаем сейчас с Европы. Если будет еще возможность перейти на большой реверс, то вообще будет идеально. Но при холодной зиме, да, может где-то до миллиарда дефицит возникнуть газа зимой. Но, если дефицит электроэнергии, то это сидение без света и угроза блок-аута, то есть системной аварии, то вопрос дефицита газа – это просто вопрос температуры. То есть, ну… То есть, трубы будут там… Будет подаваться газ, только под меньшим давлением. Ну, грубо говоря, будет уменьшена температура теплоносителя. То есть, при хороших условиях где-то 21, если будет дефицит газа, ну, дома будет 18. Это такая штука, что она вполне терпима. То есть, я не вижу каких-то, если будет даже на зиму ограничено газоснабжение Украины, каких-то таких радикальных проблем. Ну, где-то до миллиарда может быть дефицит, да. Но это тоже, при нашем нынешнем уровне потребления, это такая штука вполне… Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний момент, на 25 ноября 2015 года, какие у Российской Федерации остаются энергетические рычаги давления на Украину, если остаются? Ну, нету таких рычагов, которые бы позволили проблемы создать, вот такие, как сейчас у Крыма возникли. Что, действительно, ну, в огромной территории подаются свет по часам. Украины-то не будет сейчас таких проблем. Ну, мы более-менее подготовились к зиме. То есть, будут дискомфортные моменты, связанные с возможными веерными отключениями, возможным снижением температуры теплоносителя. Но без тепла и электроэнергии мы сидеть не будем. Это факт. То есть, уже ушли те времена, когда Россия могла диктовать условия. Когда мы были там на 100% или на 50%, на 90% зависимы от Российской Федерации. Да, уже таких возможностей энергетических у России нет. Поэтому я прогнозирую, что начнется давление военно-политическое. То есть, ну, наверное, будет каким-то образом обостряться ситуация в зоне АТО и так далее. Ну, вот я думаю, что таким путем будут идти. Ну, посмотрим. Спасибо. Сергей Диченко, эксперт энергетических программ Бюро комплексного анализа и прогнозов, был гостем нашей студии. Сегодня, напомню, мы говорили про отключение электроэнергии в Крыму, возможном его подключении, а также возможностях альтернативного электроснабжения Крыма не с территории Украины. Ну, и немного затронули тему поставок угля в Украину, а также газа из Российской Федерации, насколько мы от этого зависим. А точнее, уже независим. Вы смотрели программу «Голос Крыма». С вами был Александр Ренковский. Ну, оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова